Уважаемые друзья, здравствуйте! Сегодня мы хотим продолжить рассказать вам о карликовых сорта томата, которые можно выращивать как в условиях защищенного грунта, открытого грунта, также в течение всего года, как горшечная культура на балконе, на кухне и так далее. Такого типа сорта все они относятся к группе скороспелых и начинает обычно, как правило, при оптимальных условиях созревать, в зависимости от условий, естественно, через 85-95 суток после появления всходов. Разница между сортом монетка и сладкая ягодка, хотя и то, и другое относятся к группе скороспелых, 5-7 суток. Кроме того, эти сорта также отличаются по высоте главного стебля. Если у сорта сладкая ягодка высота главного стебля составляет 25-28-30 сантиметров, то у монетки уже 35-40 сантиметров, поэтому для данного типа сортов требуется подвязка растений, особенно в фазе созревания плодов, потому что под тяжестью плодов растение пригибается и может ломаться. Если у сорта сладкая ягода формируется 3-5, иногда до 8, так называемые пасынки формируются, и они по длине или по высоте достигают 2 трети главного стебля, то у сорта монетка формируется значительно меньшее количество боковых побегов, так называемых пасынков, и они по высоте, по длине значительно вступают к главному стеблю. Итак, сорт монетка. Мы видим, на растении формируется достаточно большое количество плодов, раннеспелый. Плоды у сорта монетка в начале созревания лимонно-желтые и переходящие в насыщенно-желтую окраску. Мы видим, кисти простые, и в кисти формируется 8-10-12 плодов. В фазе технической спелости плоды светло-зеленые. Средняя масса плода составляет около 15-20 граммов, но отдельные плоды, особенно которые формируются в кисти первым, могут достичь массу и до 30-35 грамм. Плоды довольно плотные, рекомендованы для использования как в свежем виде, так и для переработки, например, для телноплодного консервирования. Такого типа сортов можно выращивать в течение всего года и создавать таким образом конвейер. Например, вот это плоды созревают сейчас в данный момент. Это у нас весенний срок посева, и сейчас у нас конец июля, мы видим, что почти 50% плодов на растении созрели. И в это же время у нас уже на подходе второй срок посева, растения уже цветущие, первые цветки даже уже завязали плоды. И по мере использования плодов с первого срока высадки у нас будет подходить второй срок посева, и таким образом мы увеличим срок поступления свежей полувитаминной продукции. Кроме всего этого, мы уже посеяли третий срок, сейчас у нас появятся всходы, эти растения уже у нас будут использованы в ноябре, декабре у нас на столе будут вот такие свежие солнечные плоды. Для выращивания таких типов сортов, монетка, сладкая ягодка, детские конфетки и так далее, и так далее, в принципе достаточно коржков от 5 литров. 5, 6, 7 литров вполне достаточно, чтобы на растениях формировалось такое количество плодов. На одном растении при создании оптимальных условий на растении формируется от 30 до 50 плодов. Завязываемость прекрасная, этот сортотип относится к сортотипу черри, и как мы знаем, биология таких сортов такова, что они более адаптированы к условиям пониженной освещенности и резким перепадам температур, поэтому мы можем заметить, вот на растении каждый цветок завязал плод, и они достигли оптимального для данного сорта размеров и массы. Продолжение следует... Продолжение следует...